В этом видео я воссоздам Майнкрафт в Орлбоксе, и для этого я создал такую карту, в которой есть различные биомы. Спускаясь ниже, мы видим огромные шахты, и чем ниже мы спускаемся, тем ценнее ресурсы, и соответственно больше лавы. Также есть вот такие плодородные места, как и в настоящем Майнкрафте. И конечно же сам портал Вэнд, также сделал ад, в который нашему Стиву придется отправиться. И само собой, сам Энд, в котором нам нужно будет убить дракона. В общем и целом, заселяем нашего Стива и Алекс. Называем Стива соответствующим образом, даем звездочку, и то же самое проделываем с Алекс. Нам нужно выдать черты, которые есть в Майнкрафте, например, это регенерация. Также черту непреклонного, чтобы они не смогли сойти с ума. Конечно же черту шахтер, который увеличивает шанс добыть драгоценные камни. Также можно выдать невесомость, чтобы лед не ломался под ногами. Черту невосприимчивый, чтобы нельзя было заболеть, потому что в Майнкрафте нету болезней. Ну и по приколу дадим черту привлекательной. И теперь наделяем Стива и Алекса. И также насыпем им благословения. В мировых законах мы отключим дипломатию, отключим восстания, включим гневных жителей, оставим голод и отключим старость, так как в Майнкрафте нельзя умереть от возраста. Отключим дружелюбных монстров, появление животных и включим появление детенышей. Далее из категории природы мы оставим лишь только траву, отключим разрастание биомов, случайные семена и семена. Это для того, чтобы деревья не распространялись сами по себе, потому что, как мы знаем, в Майнкрафте деревья не появляются из ниоткуда. Отключим появление полезных минералов и, конечно же, отключим природные катаклизмы и другие бедствия. С эпохами мы отключим все ненужные эпохи. Оставим лишь только эпоху надежды и эпоху луны. Также зайдем в секретную панель и включим вот эту функцию. Для чего она нужна, узнаете в будущем. Кстати, у Стива и Алекса появился первый малыш. И Алекса у нас стала королем. И как полагается в Майнкрафте, давайте мы сейчас сюда заспавним несколько овечек. 5 штук, думаю, хватит. Также заселим немного коровок, сюда 2-3 курочки. Кошек можно заспавнить куда-нибудь в джунгли. Конечно, в оригинальном Майнкрафте нельзя заводить детей. Ну, допустим, что вышло какое-то обновление и теперь это можно. И как вы видите, их поселение уже насчитывает 32 человека. Можно также подумать о том, что это обычные игроки, которые присоединились в этот мир. И, кстати, чтобы им добыть камень, им нужно отправиться в пещеры. Давайте, кстати, в пещеру мы немного заселим зомби, чтобы эти ресурсы не было так просто добыть. И также заспавним немного скелетов. Ну всё, теперь в пещеру явно без оружия идти не стоит. Этот человек пошёл сражаться в одиночку с толпой зомби. К нему присоединился другой человек, но, к сожалению, того уже убили. Я вас предупреждал, что я расскажу о крутом боте. И вот она возможность крутить и не платить. Слушайте внимательно, ведь сейчас я вам расскажу, как это работает. Представьте, каждый день вы получаете бонусы просто так. Благодаря системе кэшбэка ваш баланс пополняется на 1% каждую полночь. Пополните баланс сейчас и каждый день получаете дополнительные мани. Например, если вы вложили 100 тысяч рублей, то каждый день ваш баланс будет расти на 1000 рублей. Выполняйте ежедневные задания, подписывайтесь на уникальные предложения и получайте до 1500 рублей реального баланса каждый день. Каждые 30 минут вы можете крутить рулетку с бесплатными бонусами и выигрывать. Столько для вас, моих зрителей, уникальный бонус плюс 30% к пополнению баланса по моему индивидуальному промокоду. Но помните, количество активации этого промокода ограничено. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Мне кажется, зомби начинают выходить наружу. А тем временем их поселение уже по полной развивается и уже основали также второе поселение. У них также появилась армия, которая начала защищать свое поселение. Я вижу, у них это что-то не очень получается. Эти зомби даже заразили корову. Сейчас у Стива и Алекса появляются первые трудности. И Алекс уже начинает идти на защиту своего поселения. Посмотрите, что делают зомби. Они просто заражают все вокруг. К Алексу присоединяется Стив. И вроде бы они отбились, но, к сожалению, здесь у нас находится огромная толпа зомби. И, кстати, прибежал Стив. Он останавливает этот зомби-вирус. К сожалению, они потеряли огромное количество человек. К счастью, второе поселение никак не пострадало. Но зато у них теперь появился безопасный доступ к ресурсам. Еще они, кстати, основали в третье поселение. Они также себе построили пшеничное поле, чтобы восстанавливать здоровье. Также мы сейчас в ад добавим вот таких вот огненных штучек. Это у нас будет что-то по типу Блейзов. И можно еще заспаунить каких-нибудь огненных улиток. Почему бы и нет? Вот, кстати, вижу, наступает новая орда зомби. Люди встают на защиту, но, к сожалению, заражаются зомби-вирусом. Так сказать, начинается вторая волна нападения. Стива полностью зажали зомби. Но он вроде бы отбивается. На помощь Стиву пришла Алекса. И вдвоем они смогли отбить атаку. Стив, кстати, потерял половину своего здоровья. Зато со скелета он залутал бронзовое копье. А тем временем люди пока разведают другие пещеры. Если что, эту карту можно скачать в телеграме по ссылке в описании. Люди все глубже и глубже заходят в пещеры. У них, кстати, также появились луки. Но, скорее всего, эти луки они получили от скелетов. В одном из поселений уже есть каменная ратуша. Стив постепенно восстанавливает свое здоровье. У Алекса уже есть кожаный доспех и также легендарное оружие из дерева. Неплохо. Пока люди ходят кирками добывать ресурсы, на страже этого прохода стоит войско, которое будет защищать в случае нападения зомби и скелетов. Стив и Алекс, кстати, простроились на соседний остров. Это у нас болотный биом и биом саванны. И вот, кстати, началась новая атака зомби со скелетами. Наш мир уже насчитывает 270 человек. Ну, как вы видите, к ним надвигается огромная угроза. Огромная толпа зомби. В бой сразу же вступает Алекс, который имеет уже очень хорошие вещи. На помощь приходит Стив. У Алекса, кстати, осталось 824 здоровья. Стив пошел отбиваться вглубь пещеры, а вот Алекс пошла защищать деревню. Да, у людей сейчас все очень плохо. Посмотрите, зомби заразили даже бедную кошку. Мяу. У Алекса осталось очень мало здоровья. Ну, а у Стива еще нормально. Если посмотреть на территорию, которую изучили люди, то они уже захватили полностью этот остров. Также они начинают захватывать этот болотный биом и саванный биом. И уже очень хорошо продвинулись в пещеру. Их изучают шахтеры и постепенно добывают все эти ресурсы. Но, к сожалению, из-за этого на них постоянно нападают скелеты или зомби. И чем глубже, тем их больше. Кстати, у нас наступила ночь. У людей, кстати, появились порты. Опять огромное количество зомби находится в пещере. И сюда наступает огромная армия людей. И, к сожалению, она ничего не может противостоять этим зомби. Люди отправляют сюда по чуть-чуть свое войско. Посмотрите, к чему это привело. Просто куча зараженных. И она приближается все ближе и ближе к поселению. Армия людей собрала свои силы, чтобы дать отпор огромной толпе зомби. И, как видим, люди несут огромные потери. И вся эта армия превратилась в зомби. Алекса, кстати, чуть не убили. Пока они отбиваются в пещере, в их поселении происходит настоящий апокалипсис. Ну и можно сказать, что они отбились от этой мощной атаки зомби. Ну а люди заходят все глубже и глубже в подземелья. И появляется у них все больше и больше ресурсов. Но, к сожалению, зомби не дают им покоя. И вот, наконец-таки, опять настали светлые деньки. Люди уже очень далеко продвинулись и построили баллисты. Люди уже добрались до джунглевых биомов. И тут их встретила огромная толпа зомби. Прошло уже достаточно времени, и люди заселили грибной биом. Алекса уже 170 лет. Имеет он вот такое вот снаряжение. А Алекс у нас находится в пещере, сражается зомби. И имеет вот такое вот снаряжение. Если посмотреть, какие люди уже разведали территории, то мы видим, что здесь уже полностью захватили эти территории. И даже обосновались на этой земле и построили вот такие вот защитные баллисты. Но только почему-то с другой стороны. Ну да ладно. Если посмотреть на эту часть пещеры, то здесь люди уже полностью все добыли. И у них, кстати, уже начинается промышленный переворот. А вот в столице пока все ровно и чисто. Посмотрите, как мало осталось деревьев. Они уже добыли огромное количество древесины, которые рано или поздно кончатся. Самое много древесины это в джунглях. Люди добыли уже огромное количество ресурсов в этих пещерах. И вот, наконец-таки, люди решили сообща захватить последние клочки пещер. Посмотрите, какая здесь огромная армия. Зомби были полностью уничтожены. И люди нашли портал Вент. Но, к сожалению, они сюда не смогут попасть, потому что им не хватает определенных ингредиентов. А именно Око Эндора. Который можно добыть, только добыв огненные стержни в аду. А для этого они отправились обратно домой, чтобы построить портал в ад. И вот, спустя некоторое время, портал в ад был построен. И, взяв это войско, они решили войти в этот портал. И вот они появились в аду. И сразу же они почему-то начали гореть. Люди сразу же начали тут обустраивать свое поселение. Вот это они гении. Стив и Алекс начали изучать эти земли. И они увидели очень много разных созданий. И так скажем, они были не очень дружелюбны. И началась, так сказать, адская битва. Огромное количество людей просто сгорело. Но, к счастью, для них они оказались победителями. И, добыв нужные ингредиенты, Стив и Алекс вернулись домой. Здесь они создали Око Эндоры. Взяв с собой остаток армии и человечества, они отправились в Энд. Они появились на очень странной платформе. Когда они прошли дальше, они увидели дракона. Который начал их просто уничтожать. Все начали атаковать этого дракона. Он убивал огромное количество людей. Но, к счастью, его смогли очень легко победить. Благодаря этой огромной армии. Но, к сожалению, в этой битве погиб Стив и Алекс. Они отдали свои жизни для человечества. И последнее зло в этом мире было уничтожено. Остатки людей отправились в портал. И они были телепортированы ровно туда, откуда и начиналась эта история. Прошло тысячу лет, и у человечества появился новый враг. Люди пошли друг на друга и начали убивать. Они позабыли всю историю. И ради чего сражались их предки. По итогу, в живых никого не осталось. Но эту карту можно скачать у меня в телеграме по ссылке в описании. Всем удачи и всем.